Всем привет! Вы на канале Мои Рецепты и с вами Людмила. Сегодня готовлю самый быстрый и вкусный жульен на сковородке. Для приготовления жульена мне понадобится 400 грамм шампиньонов. Беру грибы среднего размера и нарезаю их не слишком мелко. Отправляю на сухую сковородку. Шампиньоны начинают выделять свой сок. А тем временем, пока они выделяют сок, мелко нарежу репчатый лук. Жарю грибы на среднем огне, постоянно перемешивая до полного испарения жидкости. Только затем добавлю подсолнечное масло. Грибочки перемешиваю и добавляю нарезанный репчатый лук. Жарю на среднем огне до готовности лука, до золотистого цвета. Грибы жарю с луком, не накрывая крышкой и периодически перемешиваю, чтобы лук не пригорал. А затем добавлю соль и черный молотый перец по вкусу. Жареные шампиньоны с луком и так очень вкусные и их можно подавать с любым гарниром. Шампиньоны готовятся очень быстро, достаточно 5-7 минут и они уже готовы. Жареные грибы с луком отставлю в сторону и подготовлю остальные ингредиенты для жульена. Также мне понадобится 2 куриных филе, это приблизительно 400-500 грамм. Нарезаю мясо небольшими кусочками. Нарезанные кусочки мяса должны быть приблизительно 1 на 1 сантиметр. Тогда жульен получится очень вкусный. Мясо отправляю на раскаленную сковородку с подсолнечным маслом и обжариваю до готовности. Это приблизительно 4-5 минут. Куриное филе жарю на небольшом огне, постоянно перемешивая. Когда кусочки мяса поменяют свой цвет, мясо уже готово. Затем его солю и перчу по вкусу. Сюда же к мясу добавляю жареные шампиньоны с луком и перемешиваю. А затем добавлю 1 столовую ложку муки и перемешаю. Затем добавляю сметану приблизительно 15% жирности и вливаю сливки. Сливки у меня жирностью 30%. Сливок может понадобиться чуть больше. Вначале нужно перемешать всю массу, а затем, если она слишком густая, добавить еще по необходимости сливки. Вначале я влила 100 грамм сливок и перемешала, а затем еще добавила немного сливок, чтобы масса получилась не слишком густая. Грибы с мясом тушу в сливочном соусе приблизительно 3 минуты на маленьком огне. А тем временем натираю на средней терке сыр и обильно посыпаю сверху жульен. Я оставила несколько грибочков, чтобы выложить сверху. Накрою крышкой и тушу до тех пор, пока не расплавится сыр. Это еще уйдет приблизительно 3 минуты. Готовый жульен посыпаю зеленью и можно подавать на стол. Жульен можно подавать как самостоятельное блюдо. Он очень вкусный и сытный, но также еще можно подавать с любым гарниром. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Приятного всем аппетита! От вас, как всегда, жду лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!